Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев. В эти минуты в Креблемском дворце идет большой праздничный концерт, посвященный столетию Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Подробный репортаж смотрите на этой неделе в наших информационных выпусках. А прямую трансляцию концерта можно увидеть прямо сейчас на нашем официальном сайте ГТРК КЧР. Как решить проблему бездомных животных? 250 жителей Карачаева, Черкесии пострадали от укуса собак, среди них 65 детей до 14 лет. Такие данные озвучивали в межведовственном совещании в прокуратуре республики. Подробнее в репортаже Карчибиджиева. По данным управления Роспотребнадзора по Карачаевой, Черкесии, за последние два года было зафиксировано около 800 случаев укусов людей собаками. Проводимые мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации четвероногих должны были привести к определенному порядку на улицах, городов и сел. Но последствия оказались неожиданными. Бездомных собак стало больше. И самыми незащищенными оказались люди. На совещании в республиканской прокуратуре обсуждался вопрос о состоянии законности в сфере обращения с бездомными животными на территории Карачаевой, Черкесии. В республике приютов просто нет. Есть, насколько я понимаю, частный один приют, который не является подведомственным органом местного самоуправления или органом государственной власти. Ситуация осложняется отсутствием специализированных организаций, оказывающих услуги по отлову, временной передержке и содержанию животных без владельцев, имеющих для этого соответствующую материально-техническую базу. Кроме того, введение управления ветеринарией городских и районных станций по борьбе с болезнями животных отсутствует помещение, пригодное для использования в качестве пунктов временной передержки приютов безнадзорных животных, соответствующие также установленным требованиям. Проблема безнадзорных животных актуальна для многих регионов России. И всё же, что же делать с собаками-кусаками? Ответ неоднозначный. Управлением ветеринарии также производится сбор информации из администрации муниципальных районов. По данным, полученным за 22-й год, в Карачаево-Черкесской республике подсчитано безнадзорных животных 2488 собак. Данная тема объединяет в себе правовые аспекты и мирально-нравственные. Бездомные животные – проблема, которую невозможно решить с помощью простых и быстрых мер. Ведь зачастую собаки и кошки оказываются на улице из-за безответственности человека. И здесь важна роль как органов власти, так и общественных организаций. Карча Биджеев, Олег Молхожев. Вести Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии перед судом предстанет обвиняемый в краже 46 животных с пазбищ. Сумма ущерба, причиненная заявителями, составила 2 миллиона 91 тысячи рублей. Следственным отделом МВД России Зеленчукский окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя поселка Медногорский. Преступления совершались на территории Урупского района в течение двух лет. Слоумышленник, похищав животных с пазбищ, расположенных вблизи аула Хозелуруб и станицы Преградная, продавал их скупщикам. Фигурант дела полностью признал свою вину. Необычный турнир состоялся в Прикубанском районе. Семь команд состязали в сборе мусора. Проходила акция чистоты под названием «Чистые игры». От участников требовалось не просто подбирать имеющийся на обозначенной территории мусор, а собирать его, предварительно отсортировав. И более того, нашедшим что-то необычное предлагала сочинить легенду о находке. Мадина Каракетова наблюдала за «Чистыми играми». Местом проведения турнира «Чистые игры» организаторы и благотворительный фонд «Территория милосердия» выбрали село Чапаевское Прикубанского района, а именно местную свалку. И не случайно сюда свозят мусор как местные жители, так и из близлежащего Черкеска, постепенно превращая живописнейшую местность у реки в нечто ужасное. Нашей целью не является убрать, конечно, весь здесь мусор, так как по возможности наши участники что смогут, то сделают. Но целью это привлечение внимания к халатности отношения людей, к природе нашей. За главный приз боролись 8 команд из вузов в Карачаево-Черкесии и организации, деятельность которых связана с охраной природы и окружающей среды. От команд требовалось в течение двух часов собрать наибольшее количество мусора. Каждой команде, состоящей из четырех человек, вручили по четыре мешка. По условиям соревнования в мешки мусор необходимо собирать предварительно, его отсортировав. Дополнительные баллы предусмотрены за автомобильные шины и крышки от бутылок и батарейки. Еще одно условие игры – найти необычный предмет и придумать легенду или историю, связанную с ним. Команды готовы. Дан старт. Чего только нет на свалке. И башмаки гномов, и детали космических кораблей из соседних галактик, и волшебные штучки феи – это помимо обычного бытового человеческого мусора. Участники только и успевают заполнять мешки. Очень крутое мероприятие. Я очень рада, что я сюда поехала. И я думаю, что все ребята тоже. Вот я нашел артефакт. Это был обруч маленьких фей, которые выкрутили и вырастали, то есть становились людьми. Мы нашли тут старинные игрушки. Мы сейчас пойдем их садим и надеемся получить высокие баллы. Идея проведения мероприятия вам понравилась? Да, я полностью поддерживаю. Надеюсь, это научит людей не мусорить на природе и соблюдать чистоту. Хорошая идея под видом игры – затеять уборку. Мусора очень много. Вот собрали кучу крышек. Это дополнительные баллы для нашей команды. Стараемся. Очень много строительного мусора и пластика. Делятся участники чистых игр – стекла. Реже встречается мусор металлического происхождения. Видимо, здесь периодически бывают собиратели чермета. Организаторы затеяли два пункта приемки собранного мусора. Участники, сдав мешок, тут же получают вместо него новый. А пока они продолжают сбор, волонтеры-приемщики развешивают и оценивают уже собранное каждой командой и начисляют баллы. Вот я все засчитываю через приложение, все считаю, все честно. Ребята несут уже, собрали немалую кучу. В процессе сборки они сортируют. То есть крышечки отдельно, бутылочки отдельно, все смято, все у нас отдельно идет. Собранный и уже отсортированный мусор позже заберут мусоровозы и в зависимости от категории отберут что-то на переработку, а что-то отвезут в санкционированную свалку. А участники соревнований очень просят жителей республики. Уважаемые жители Крачево-Черкесии, пожалуйста, не выбрасывайте свой мусор на полях и у рек. Это очень сильно вредит экологии и в принципе всей атмосфере. Вы делайте схуже самим себе. После двухчасового марафона определились победители. Больше всех и качественнее всех навела чистоту команда «Чистый город». Ее участники получили главные подарки – Яндекс.Станция.Мини. Второй признана команда «Карчаевс КЧГУ». Участникам вручили портативные аккумуляторы. На третьем почетном месте еще одна команда «КЧГУ». Дети КЧГУ и призы. USB-флэш-карты каждому. Мадина Каракетова, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами ливень, в отдельных районах гроза, туман. Ветер северный 6-11 метров в секунду. А в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 14-19 градусов тепла. И местами до плюс 13. В Черкесске дождь, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 16-18 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Тексиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники «Сити». Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. В Черкесске состоялась интеллектуальная игра «Студенческая лига эрудитов», посвященная столетию Карачаева-Черкесии. Студенты из 10 вузов и СУЗов республики боролись за право быть лучшими. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит тему. Это игровой модуль. Они отличаются цветами. Я вас всех не знаю по именам, поэтому буду обращаться к вам и, собственно, уважаемой игровой жюри по цвету игрового модуля. Он состоит из лампочки и кнопки. Итак, после ценных указаний ведущего и автора игры Амирана Дзукова началась интересная викторина. Вопросы были посвящены столетию республики. И участники отвечали на них четко и безукоризненно. Я не первый раз играю в интеллектуальную игру, особенно Лигой Реддитов. Это является очень такой заставляющей думать. Интеллектуальные игры всегда были лучше тем, что они заставляют думать и познавать все то, что мы ранее не знали и не могли узнать из учебников, из быта. А здесь необычный вопрос, необычные ответы, хорошая атмосфера. То есть это все, что нужно молодежи. Что пожелаешь участникам? Участникам пожелаю быть себе уверенными, отвечать и хорошо провести время. Были вопросы, касаемые истории, географии, культуры и спорта. Очень значимое мероприятие, которое показывает, что у нас большое количество умной, интеллектуально развитой молодежи, которая стремится что-то узнавать, познавать. Очень радует подготовка молодых людей, что они знают ответы на достаточно сложные вопросы. Для того, чтобы вообще получать и узнавать что-то, для этого должен быть какой-то стимул реализоваться. И подобные игры являются замечательным способом для реализации, замечательным способом, чтобы показать свои возможности. По итогам определились фавориты, среди которых Академик Тим, КЧГУ и Корень Мандрагоры. Команда Академик Тим стала обладателем титула эрудита студенческой молодежи осенней серии игр. Альбина Курочинова, Кенжева, Олег Малхож, Вести, Карачаево-Черкесия. В отделении Банка России по Карачаево-Черкесии наградили руководителя общественных и профессиональных организаций в номинации «Количество проведенных онлайн-уроков финансовой грамотности». О важности темы и насколько популярны занятия среди молодежи расскажет Альбина Ламкова. Я уже не знаю, что сказать. Регулярные участники практически всегда... Одно третье, два вторых и, наконец-то, первое. Ну, как говорится, дорогу оселить и будущий. Директор школы «Станицы Старожевой-2» Наталья Никиташенко считает, что уроки финансовой грамотности необходимы в современной жизни. Они дают возможность быть в курсе всех изменений в банковской системе предоставляемых услуг. По результату проведенных занятий школа «Станицы Старожевой-2» стала первой. Дети получают очень много полезной и нужной информации. Они, просмотрев уроки, уже понимают, как они могут приобрести себе телефон. У них этот урок имел просто огромный успех. Уроки проходят в режиме реального времени. В учебном плане более 20 тем для прослушивания. По результатам онлайн-уроков предыдущей весенней сессии 2022 года наша республика поднялась на 17-е место в стране. Абсолютно очевидно, что в наше время важно разбираться в финансовых вопросах. И в этом могут помочь онлайн-уроки финансовой грамотности, проводимые Банком России. Здесь слушатели могут в простой и доступной форме получить необходимые знания и навыки по финансовым вопросам непосредственно от экспертов-профессионалов. Школьники могут задать интересующие их вопросы прямо в онлайн-чате и получить оперативные ответы на них от профессионалов. Подключиться к онлайн-урокам можно дистанционно, в индивидуальном или групповом формате, по удобному расписанию. Всю подробную информацию можно получить на сайте dnifg.ru. Проводят дистанционные занятия по финансовой грамотности дважды в год. В этом уже стартовала осенняя сессия онлайн-уроков. На самом деле с огромным удовольствием система образования принимает участие в данном проекте. И наши, в том числе и онлайн-уроки финансовой грамотности, дают о себе знать. Уже не первый год мы участвуем в реализации данного проекта. У нас есть уже традиционные победители. Мы благодарны, несмотря на то, что школа эта достаточно удалена от столицы нашей республики. Тем не менее, интерес неподдельно они проявляют. Инна Владимировна отметила, что из 176 школ 133 активно принимают участие. Поэтому наша задача на ближайшую перспективу сделать так, чтобы все стали активными участниками. Это касается и всех среднеобразовательных учреждений, добавила она. На территории субъекта их 19 и 12 из них успешно реализуют данный проект. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.